Добрейшего времени суток, это снова Анак и снова Мир Овервотч. Сегодняшнее видео будет открывать для нас новую розовую ветку контента, и посвящена она будет развитию Овервотча. Многие игроки недовольны рейтинговой системой, развитием про-сцены, развитием ивентового контента, да и многим другим. Что ж, давайте разбираться, где можно было сделать лучше, а где и Близзард бессильны. Начнём мы с одного из возможных лучшей рейтинговой системы Овервотча, Солокул. Сам по себе термин является англицизмом и состоит из двух английских слов, слово и ку, причём, учитывая фонетические особенности, сократить термин можно до удобного написания в пять букв, что в переводе не что иное, как «одиночная очередь». По-русски достойного аналога этому термину нету, часто его так и называют в простонародье Солокул. Официально в играх при локализации, как правило, используется термин «одиночная игра» или «очередь соответственно». Суть данного улучшения – это улучшение баланса рейтинговых матчей путём разделения всех игроков на две категории – тех, кто играет в одиночку, и тех, кто играет в группах. Такое своеобразное упрощение работы балансера и вообще возлагания на машину, созданную разработчиком, меньше ответственности за потерянные очки рейтинга. Сама по себе идея имеет место в связи с тем, что иногда люди по своей природе могут объединяться в группы для игры вместе, и для разработчика встает вопрос, как правильно сбалансировать эту самую группу в рейтинге. Сложность определяется тем, что изначально соревновательная система делит людей на ранги по некоторому числовому значению – рейтингу, и в каждый матч игроки набираются, используя этот же параметр. Но при игре в группах люди, играющие вместе, получают дополнительное преимущество между собой. Один игрок, попадающий в рейтинговый матч и к другим таким же, имеет никакой уровень тимплея, с ними он этих людей в команде впервые видит и, возможно, даже в последний раз. Он не знает, как они играют, что любят делать, кем играть и так далее. При игре в группе мы знаем наших тиммейтов и имеем возможность повысить взаимодействие путём выбора оптимальных персонажей, стиля игры и прочего другого. Таким образом, возникает энное преимущество, и строгий цифровой баланс ломается. Overwatch – это командный шутер с элементами моба игр. От моб у нас обилки и ультимейты в первую очередь, и они влияют на Overwatch довольно сильно. Разделение рейтинговой системы на соло-ку и групповую очередь как раз-таки является популярным в играх жанра моба. Например, в воле присутствует деление на две очереди, одна из которых соло плюс дуо, а другая для иных групп. А в доте похожая система – строгий соло-ку и групповой рейтинг. Игроки имеют разные цифры в двух системах, по сути образуются два рейтинговых режима. И как правило, лишь один из них доминирует среди проигроков и действительно потеющих стилловых ребят, чаще это соло-ку. И это создаёт неплохие условия конкуренции и, соответственно, соревновательную среду с более точным распределяющим механизмом. Одна из причин, почему режим становится таким желанным в Overwatch. На протяжении всего существования Overwatch в комьюнити среди проигроков, журналистов, кастеров, да и вообще любых деятелей постоянно ходят мысли о добавлении соло-ку с целью улучшения ощущения от игры. Многие игроки банально недовольны ситуацией, в которой находится рейтинговая система. И это вторая причина. Бытует множество мнений, что система работает плохо и имеет кучу косяков. А в частности, как одну из проблем – проблему плохого баланса 3, 4, 5 и фуллстака. И что было бы неплохо помочь системе с балансом каток, вырезав все спорные игры по балансу в другую систему рейтинга. Такая проблема правда имеет место. Если вы смотрели мое видео про мету, вы уже знаете, что рейтинговую систему можно поделить на высокие ранги, топ-500, грандмастера, мастера и низкие ранги. Все, что ниже мастера. На низких рейтингах система справляется с балансировкой стаков неплохо. Первый ее принцип – это поиск зеркального стака. Очень часто, играя в группе, вы будете видеть группы и в команде оппонента. И из-за этого, если получается найти похожий стак, часто катка выходит неплохой с точки зрения балансера. А вот на высоких рейтингах игроков играет довольно мало. В соответствии со статистикой по распределению онлайна всего пару процентов. Подобрать игру с двумя одинаковыми стаками становится очень частой проблемой. Причем, например, дуо балансится неплохо, а вот с стаками от трех людей люди на высоких рейтингах играют крайне редко. Не говоря уже о 4, 5 и 6 мэн стаках. Которые имеют место в двух случаях. Либо побегать по фану, нормально при этом играя, с рисками хорошенько подслиться. Либо это будет плотный стак на победу. Но обычно это фулл стак. И оба варианта плохие. Первый тем, что в случае обыкновенной игры стаком система дает оппоненту преимущество в личном скелле, завышая средний омер команды. И стак, не использующий преимущество тимплея между собой, играя при этом в группе, банально проседает по силе. Система предполагает, что игроки будут себя реализовывать сильнее из-за группы. Плотный 6 стак на победу работает в обратном ключе. Такой фулл стак имеет запредельное взаимодействие, которое система пытается также забалансить преимуществом по очкам рейтингов команды оппонента, но в случае высокого рейтинга игроков банально не хватает. Если вы можете забалансить 6 стак даймондов пятью мастерами, например, то балансить 6 парней из 4200 банально неким. Нужны 6 человек за 4500, играющих соло, одномоментно. А на высоких рангах это невозможно. Людей очень мало и шансов на такой исход крайне мало. В итоге, как правило, такой плотнейший 6 стак попадает на пару людей своего же уровня и пару игроков чуть выше по очкам. Но их тимплей переиграть очень тяжело. Таким образом, такие стаки получают бесплатные победы, и я даже видел, как люди такими стаками апают себе в высочайшие позиции вплоть до топ-70. Ну а если вы задумались, почему же так не делают все, то у такого расклада есть два минуса. Первый. Игра ищется крайне долго, вплоть до часа. Система очень долго и упорно пытается найти баланс, но в итоге сдается. И второй. Это низкая награда. Мы как-то пытались искать такую игру командой, полным составом, еще когда играл профессионально. Одному из наших игроков дали за победу 6 очков. Время, потраченное на поиск, и награда явно не пропорционально. Но, тем не менее, люди, упарывающиеся в это, все равно существуют. В общем, система не всегда может адекватно сбонсировать группы в игре, и на высоком рейтинге это сказывается больше всего. Есть такой грешок Overwatch'а. Почему так, расскажу подробнее позднее, в зеленой ветке мира Overwatch. Обсудив пример выше, мы подошли к ключу и главной причине, почему, на мой взгляд, разработчики не вводят СОЛОКУ. Совсем неравномерное распределение людей по рангам. Сейчас от него страдают, по сути, только самые высокие и самые низкие рейтинги. В середине баланс в стаке проще, и проблема не так ярко выражена. И, возможно, для середины ввести СОЛОКУ можно было при желании. При вводе в игру разделения рейтинга на два режима СОЛОКУ и группы, один из режимов моментально вымрет. Все упирается в онлайн. Если на Грандмастере все начнут играть СОЛОКУ, играть в группы попросту никто не будет. Матчи будут искаться в группах часами, если не десятками часов. Играя на высоком рейтинге, можно попадаться с одним и тем же человеком 4 игры подряд. Или бывает, остается в следующем матче около 80% игроков прошлой катки. Это вообще обычное дело. Такой вот небольшой дворик знакомых. Причем для средних рангов время поиска катки также значительно увеличится. И, возможно, также со временем практически все игроки плавно перейдут на один из режимов. Таким образом, мы банально потеряем возможность играть либо в группах, либо СОЛО. И, возможно, с точки зрения киберспорта данная жертва себя оправдывает, но на деле для большинства игроков это было бы банально неудобно. И даже отталкивало бы от реры. Матчи могли бы стать более сбалансированными, но, уверен, многие из вас любят играть в группах, да и я сам далеко не против поиграть в пати. Так что, вероятнее всего, Близзы делают правильный выбор и довольствоваться нам суждено лишь смотря на СОЛОКУ в моба-жанрах. Ну и плюс ко всему, зря что ли разработчики создавали балансовку стаков и СОЛО игроков? Функция-то работает, хоть и не идеально. Такое улучшение может стать актуальным только, пожалуй, в одном случае, если Overwatch получит громадную гигантскую базу игроков на всех рейтингах. Ну, а это может произойти наверняка только уже в одном случае. Free to Boy. С вами был Анок, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и, конечно, обсуждать тему в комментариях. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok